Здравствуйте. Я на окрашивание. Я хочу измениться, вообще кардинально. Он мне этот черный уже достал, я уже хожу с ним сто лет. Я в общем хочу холодный, такой как Руссо натуральный, знаете, холодный цвет волос. И можно чуть-чуть кое-где здесь выгоревших пряди, как будто мне волосы выгорели. Только мне не белый, ну, чтобы я белая не была. Ну не холодный, пепельный такой больше, вот как серый. Я уже пробовала прикрашиваться. Это был какой-то ужас. Я была красная, пятнами, рыжая, желтая. И что, я прям рыжая буду? Нет, рыжи мне не надо. И коричневый я ненавижу, коричневый, коричневый я ненавижу. Ой, можно только так, чтобы без осветления? Ну можно, чтобы без порошка? Ну а может без аммиачка меня осветлит краской? Можно краской? Нет, длину я состригать не хочу, я хочу длину оставить. И что, мне прям маски придется делать? И что, прям снуваться будет? А, точно. К нам у меня была, да, да, я вспомню. Оно давно была у меня, месяца три назад. Оно уже, наверное, давно смылось или состриглась. И что, прям с первого раза не получится? Сколько мне раз к вам ходить? Полгода? А то мне что, я еще осветляться, еще придется? Не, мне надо, чтобы с первого раза было. Ну как я там сейчас буду? Зато с первого раза. Мне нужна укладка на корпоративе. Я только со своим пришла, мне не надо, мне вообще ничего не держит. У меня свой лак, своя пенка. Макушку чуть повыше, ну, попышнее, попышнее, чтобы держалась, чтобы стояла. Попышнее мне. Ну все, мы закончили. И что это за укладка такая? Это укладка? И как назвать эту укладку? А где макушка? А где челка моя? Куда вы мне ее убрали? А сосульки? Где мои сосульки? Начесала мне, не начесала, ничего не начесала. Челку не попобрала. Вот объем, вот, вот объем, стоит, стоит. Сделайте мне вот здесь вот, она спрятана. Видите, дырка, вот что-нибудь сделайте мне тут. А как я вам теперь сделаю? А лак с блестками есть у вас? Да вот сюда и побольше, или вот сюда, чтобы блестела. Чтобы блестела, вот челка мне уже блестела. Лейте, лейте, лейте. Все, все, беру, это мерцающий, мерцающий. Вообще одно мерцание. Не, на челку побольше, вот сюда она вот золотые. Золотые не побольше. Вот здесь вот дырку, мне надо закрыть дырку. Вот лей, вот сюда дырку эту. Лей, 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 еще лей, лей, задержалась. Все нормально, не видно, дырки не видно. Сзади, лей, с него здесь что-то стояло, лей, сзади мне без разницы. Вот, вот эта укладка, вот эта укладка, вот стоит и стоит все. Ой, девчонки, а у вас есть какие-нибудь масочки или лечение? А то мне мастер в том салоне все волосы спалила. Я говорю, куда ты меня осветляешь? Она меня осветлила, посмотрите, у меня вата на голове. Сейчас мы делаем лечение, кератид называется. Ой, я, если честно, так рада, что к вам попала. А это безопасно? Конечно, это же лечение. Я вообще слышала, что это химия. Не, это лечение. Кератид волосы лечит. Девчонки, у вас все нормально? А что это за дым? Слушайте, а чего так пахнет? Не волнуйтесь, вам не вредно. Это мне вредно. Ой, мне что-то ваше лечение глаза разъедает. Это у вас глаза чувствительные. Вы глазки закройте и отдыхайте. Мне кажется, у меня глаза на лоб полезли. Ну как-то мастер-мастер с моими волосами. Вы их вылечили? Главное, глаза зафиксировали. А лечение еще два раза его будет. Малышки, малышки, живите, живите. Я вас спасу. Ну ты совсем чеканая, чеканая. Ты где была? Посмотри на этот ужас. Боже мой, снизошли ты сам. На маэстро, на маэстро. Что эти шлюхи наделали в твоих волосах? Со мной сейчас случится приступ ССБ. Синдром сущего бешенства. Это не поэто маэстро. Только я, маэстро, могу дать жизнь твоим волосам. И блеск в глаза. Мужики сразу захотят. А сучки завидовать будут. Шлюхи эти. Ходят где попало. Пусть ходят, шлюхи. А ты у меня будешь. Красивая. Сексуальная. Гламурная. Сучка. Что за свет? Сухарапоза, простите, нормальный цвет мне сделайте. Люди, горничные. Уберите у меня все, дядь мне свет. Дайте мне свободы, свободы для творения. Я не могу в таких условиях работать. Нет гламура. Нет воздуха, нет жизни. Нет творения мне. Вон, вон, людишки. Нищеброды, развелись. Чёртовы. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне как у Болова, но только не каре. Но только мне без ножки. Каре, но без ножки. Но вот здесь поднять. Но без ножки. Мне ножка не нужна. А почему не получится? Не, сосун мне не надо. Не, у меня дома все сосунами сидят. Мне сосун не надо. Какое ложное каре? Я 23 в ложном каре. Пожалуйста, пожалуйста, ну сделайте мне как у Бузовой, но не каре. Я готова в чёрный цвет покраситься. И чулку прямую плотную сделаем. У меня будет похоже на каре? Да я всю жизнь такая хожу. Я хочу как у Бузовой, но не каре. Понимаете? У меня вот сейчас сосун. До этого было ложное каре. Я хочу каре. Ну чтоб затылок поднял. Но без ножки. Как Боб Каре, но без ножки. И такое, знаете, плотное, плотное, чтоб линия была. Угу. И вот здесь плотную прям чёлку. Пожалуйста, я не хочу сосун. Ну сделайте мне как у Бузовой, но не каре. Пожалуйста, 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 делайте мне как у Бузовой. И что, мне всю жизнь так ходить? Ну тогда давайте как у Бузовой, но не каре. Ну я не хочу сосун. У меня дома все сосунами сидят. Мне нужна стричка, как у Ленки. У Ленки, у подруги моей. Ну Ленка, подруга моя такая, она к вам ходит. Такая симпатичненькая. Она светлая, а у нее волосы, наверное, вот такие где-то. Ой, она сейчас второго недавно родила, такие роды тяжелые были. Ой. Первый же у нее в институте учится. Муж ходил ее. Ну Ленка. Мужа Колькой звали. Он такой молчаливый немного. Один раз может бы у вас трикся. Конечно, как тут всех упомнишь, только людей. Ну Ленку вы должны помнить. Она вот недавно квартиру продала, дом строят, они решили дом строить. Я говорю, зачем тебе донат? Это же стройка века будет на всю жизнь. Тебе еще детей воспитывать. Но она еще немного так шепеляет. Да, вот так чуть-чуть губа поднимается. Ну может вы не замечали, у вас же людей много, понятно. И она еще прикрамывает чуть-чуть. Ну Ленка. Ленка, вы должны ее помнить. Ну у нее вот такая длина. У нее вот так же, только покороче на мою длину. Ну Колька, у нее муж его с завода уволили недавно. Кризис же начался. Она была у вас три месяца три или четыре назад. Вспомни. И у нее челки нет, а мне с челкой. Она без челки. Такая, круглолицая. Сейчас я вам фото покажу Ленке. Ну там правда у нас детские фотки, но она почти не изменилась. Вы ее узнаете. Я говорю, понятно, что ты дом хочешь строить. Она от свекрови хочет съехать. Она ее вот так уже доску достала. Ну Ленка, она на настройке живет в читажном доме. Ну конечно, как-то замечали, что она прикрамывает. Она села и сидит, а она чуть-чуть прикрамывает. Ну Ленка, она инженером, поваром. Сейчас она устроилась. Ну и куда она устроилась, я вспомню. Ну вы вспомнили ее, наверное, да? Ну может походу вспомните. А что вы меня с укрой красите? Была бы я такая белая. А что я такая белая прям буду? А у вас мужчины тут бывают? Сделайте мне покрасивее, чтобы я была. А то вдруг увидят, испугаются. Ой, дайте расческу какую-нибудь почесать. Не могу, щипет. А вы меня тем же красите? Что-то горит в этот раз вообще сильно. Долго так будет гореть? Ой, почешите мне там, пожалуйста, да, на затылке. Ага, давай. Все, потом меня увидишь, не узнаешь. Ой, дайте, пожалуйста, салфеточку. Телефон вымызался. Затылок, затылок, почешите прям. Да, я знаю, что ногтями нельзя чесать, да? Почешите ногтями прям у меня. Ну как там? Все нормально? Осветлились? Все получилось? Я не желтая? Ой, а можно бы прохладней? А то голова горит. Там все нормально? Что вы молчите? И что, я такая желтая буду? Мне желтой не надо. Я точно буду холодная? Ой, мне кажется, я какая-то темная. Я не буду такая темная? Мне кажется, какая-то фиолетовая. А я зеленая не буду? Точно я не буду темная? Ой, так красиво меня завернули. Я же говорила, он темный будет. Ну ладно, сушите, сушите, а там посмотрим. Ой, супер. Я так переживала, что буду темная. Вы настоящий мастер. Класс. Все как я хотела. Блин. Вот видите, какой низкий располос. Не его прокрашу. Это же пушковый. По ушам прямо? Это ототрется. Я сейчас салфеточку дам. Ну это же крашивание, как вы хотели. Если вдруг не ототрется, то лимонкой. Или мылом вот чуть-чуть прям мыльцем. Но я вам все ототру. Сейчас я вытру его, извините. Я сейчас вытру. Все, это я все вытру. У вас видите, какой у вас волос низкий. Мне же надо как-то прокрасить. Что, это вырезалось? Нет, нет, это я воротничок поправляю. Все нормально, это я спиньер поправляю. Сейчас поправлю воротничок, подождите. Все, пойдемте сушить. Что, там вырезали? Нет, нет, это я пенела протираю. Как там у меня? Нет, это вода, это просто вода. Там шея чистая? Да-да, тихо-тихо, не трогайте, трогайте воротничок. Это воротничок грязный. Это воротничок грязный, вот видите. А так все нормально, рубашка чистая. А ототрется все. Супер врач, что ли? Ну все, до свидания, до встречи. До свидания. Ага. Чтоб желатая одна на этом свете. Без друзей, без подруг. Чтоб тебе никто не сказал про это. Нет, смотри на нее, глазки закрой. Ксюхстина была, видно, что рубашка немножко вылазалась чуть-чуть. А у меня в час окрашивание, да? Брянетка. А мне записаться нужно вот к этому мастеру на конец июня. Запишите меня. А ваш мастер в конце июня в отпуске. В каком отпуске? Она что, в отпуск собралась? Тогда давайте до отпуска. До отпуска я сама отдыхать буду. Может быть после? После мне уже поздно. Мне нужно в конце июня. Ну и что мне теперь делать? Я с отпуска приеду, мне концы будут сухие. И мне еще месяц ее ждать? Я 40 лет первый раз еду отдыхать. Молодая еще, пусть работает. И что, хозяйка в отпуск отпускает такую молодую? Я своих девок не отпускаю. Я говорю, вы еще молодые, работайте. Нет, я не поняла, что мне делать теперь? Мне надо в конце июня. Пусть она тогда приедет под одну запись. Пусть она меня пострижет. Но вы понимаете? Кого понимаю? Мне надо в конце июня. Какой отпуск? У меня концы будут сухие. Не нужна стрижка. Я могу предложить вам другого мастера. Мне нужна эта девочка. Слушайте, она не могла осенью в отпуск пойти? Какой отпуск? Ну, тогда остается ждать своего мастера. До свидания. Я не уйду отсюда. Пепельная ушла, и ты уйдешь. Ну, девки, ну пожалуйста. Ну, мне-ка на конец июня. Ну, как встреч будем? Баргарите. Ну, я вообще-то не знаю. Может, вы мне посоветуете? Не, ну ЛАМ ходить. Вы и говорите, как у вас встреч. Ну, я не знаю, как вам объяснить. Я видела такие фото красивые. Так у них вот коры прямо вот такое как-то на удлинении. А сзади покороче? Ну, я правильно говорю? Ну, пока правильно. Макошка что, вот такая как объемная. Как-то она вот вроде как объемная. И вроде как видна и не видна. Вот поняли? Не поняла, вы короткую хотите? Ну, нет, нет. Она как-бы вроде короткая, но не короткая. Слушай, я вас не понимаю, объясняйте лучше. Я не знаю, ну вы лучше знаете, сделайте сами. А вот здесь вот как-то прям вот так вот углы идут. Не, ну понятно, сзаду покороче, тут и подлиннее. Все, можно открывать? Открывайте. А где моя длина? Ну как, вот она длинная. Ну я же вас не так просила. Как просила, так и подстрела. А можно зеркало я сзади посмотрю? Так это же не коры. А где мои волосы? А это что? Это удлинение, как вы и показывали. И как мне теперь с этим ходить? Я не так хотела. Что значит не так? Как просили, так и сделала. Хотели по-другому, надо поговорить по-другому. Вы сказали покороче сзади. Я сделала. Макушку объемную, вот она стоит, вот она. Вот эта челочка, вот она сделала, ровненькая. И вот это удлинение вот идет. Сами виноваты. Как объяснили, так я и сделала. В следующий раз объясняйте получше. Боже мой, у вас непослушный волос. Невозможно уложить, это ужас какой-то. Они непослушные, они вообще меня не слушаются. У вас две макушки, они вообще не укладываются. У вас такой вихур, его невозможно уложить. Посмотрите, он распадается как. Как вы укладываетесь дома? Такой непослушный ужас. А кто вас стриг? У вас же неровно, должно быть ровно. Я не могу уложить чужую стрижку. А что делать? Надо стричь, мне надо постричь вас, чтобы я могла уложить свою стрижку. Так у вас тут неровно, видите, одна сторона длиннее, другая короче. Как я вас уложу? Нормально. Вы понимаете, что у вас стрижка пострижена неровно? Поэтому я не могу тут уложить. Должно быть все ровно. Слушайте, какой поиск. Это ужас, непослушный. Тонкий. Я не знаю, у вас никакого объема не будет, а у вас такие волосы. А как я вам сделаю объем на макушке, когда она у вас вот такая длинная? Как я вам объем сделаю у вас все одной длины? Еще и неровно. Какие волны? Она у вас держаться не будет, у вас волосы идеально прямые. Она у вас через час распустится, все распустится. Я не знаю, что с вами делать. Я не знаю, как вас укладывать, он невозможно послушный. Он непослушный. Он мне не слушается. Он и стрягу, что где попало можно к своих неровной отстрижке, а хотя тронную укладку. Ну, как цвет? Мне кажется, я желтая. Какая вы желтая? Вообще здесь холодный оттенок. Вот освещение такое теплое. Здесь вообще желтого оттенка нет. Это освещение. Ну хотите, сейчас мы посмотрим возле окна цвет. Там он будет вообще другой. Сейчас увидите. Ой, здесь ничего не видно. Сейчас на улицу выйдем. Пойдемте на улицу выйдем. Вот, посмотрите, здесь на цвету вот другой цвет. Совершенно другой. Ой, я все равно желтая. Ой, здесь вообще солнце. Пойдемте, у нас там в туалете освещение вообще хорошее. Там посмотрим. Здесь вообще не смотрите. А у вас вообще зрение хорошее? Ну вот, посмотрите, вот нормально всё, он холодный, нету жёлтого. Да нет. Возьмите детского, посмотрите сзади, посмотрите, здесь тоже освещение не очень. Вот я вам сейчас посвящён, у нас тут вот цвет такой специальный есть, вот хозяйка купила. Вот видите, вот он блесит прямо белый, он прям пепельный. Вот видите, видите? Я уже вообще ничего не вижу, здесь темно. Я говорю, у вас глухома. Я вам серьёзно говорю, у вас прям пепельный цвет, это просто освещение такое. Ксюша, скажи, что у неё пепельный? Да нет, мне всё равно кажется, я жёлтая. Где я жёлтая? Везде. Это освещение. Марина, ну скажите, моя клиентка пепельная? Да, вы пепельная. Я вам говорю, что вы пепельная, это освещение такое. Вы как домой придёте, вот в туалет зайдите, посмотрите, вы будете вот пепельная. И вот посмотрите у себя в туалете, там освещение у вас будет хорошее. Уходите, пепельная! Уходите, пепельная, уходите! Я на стрыжку. Мне, короче, зад покороче, на висках вашу песи были. Чёлку стоячую и отфилируйте её. Заривку мне на всю курицу сделаете. И такие вафельки, вафельки на волосах, знаете? Но посредите так, чтобы выделений не было. У меня передок слабоват, видите, передок? А задок мне поднимите. Но передок мне взволнуйте, взволнуйте всё равно. Только не надо мне под горшок. Мне такую, московскую, как на телевидении. В общем, как корышка. Есть у вас дырочками такие вот? Мне вот отфилируйте всё. Но не сильно, чтобы мне не коцаная была. Чтобы вот такой чуб стоял. Ну вы поняли, да, меня? Ну в общем, вы профессионалы, я вам доверяю. Меня так уже стригли. Такую чуть молодёжную, но не сильно. Не надо, чтобы я слишком, не надо. Я всё-таки женщина. Такую он. Чё, как корышка? Дела как? Где она? Кто она? Лариска. Чё, я ищу ногти сломала? Я же с вами всё, сука, по Анапе гоняю. Анжела, здравствуйте. Чё надо? Я хочу на обучение. На обучение? Какое тебе обучение? Весна на дворе, все шапки сняли. Ты чё? Чё вообще куку не работает? Людей куча. Работать кто будет? Какое обучение у тебя? Осенью поедешь. Анжела, осень пришла. Какая осень? Люди не стригутся, шапки поодевали. Какое обучение? Я не понимаю смысла ехать на обучение осенью. Весной поедешь? Слышь, девочка моя, в интернете посмотри, там обучений куча. Ну, отпустите меня хотя бы, я за свой счёт поеду. Конечно за свой, за какой бы ты поехала. Милая, вообще куку не работает. А работать кто будет? Чего-нибудь там новому научат? Какая учёба? Работай. Вообще Галка приходила, и собралась. Обучение, по-новому. Какое новое? Всё новое давно забытое старое. Сейчас всё одно и то же. Или что тебя научат? Назадка 1-3-1-3, что-то по-другому. Ты на выставке 3 года назад была, какая тебе учёба? Чё, не научилась там что, ничему? О, только не обращайте внимание, что мне на голове что попало. Я по этому шапке пришла. Сейчас шапку сниму. Я, значит, накрашу, не специально голову не мыла. Ну, уже неделю где-то наверно не мыла. Ой, два дня назад уже не могла терпеть. Хотела помыть, но думаю, а как? Конечно, что волосы защищаются, она же защищает. А так они все отвалятся. Это всё ерунда, это бабушкиной сказки. Не знаю, что вы мне говорите. Все люди, вон, говорят, даже в передаче говорили, что надо, голова была грязная. Да, жир защищает от краски. А что, вы первое слышите? У нас все, вон, девки, все соседки мои, все. Заранее мыют голову специально, я специально не мыла. Что за ерунда? Да всегда, всегда так, это защита для волос. Я специально всегда не мыла голову. Первый раз я вообще слышу, чтобы мне такое говорили. Что это? А голос у меня попортится и кожа сгорит. Какая она у меня сальная? Не знаю, я всегда специально не мою голову перед окрашиванием. Нет, давайте обязательно помоем волосы перед окрашиванием. Нет, я не буду мыть голову, я специально не мыла. А как же защита?